Привет! У нас рисование и продолжаем новогодние открытки. Я готовлюсь в школу и снимаю уроки. Вдруг еще кому-то пригодятся. Опять мое любимое рисование в круге. У меня акварель, бумага для акварели и ничего особенного больше. Смотрите, мы будем рисовать лису, которая празднует Новый год. Вот лиса – это сразу длинный нос. Вот она. Вот здесь будет туловище. Вот здесь будет голова. Я сейчас такое попробую. И два ушка. Одно ушко, второе. На носу бульба такая красивенная. Лиса нам улыбается. Почему бы ей не улыбаться? Она вообще довольна всем происходящим. Да. Глаза. Какие-то точечки мы поставим. Чтобы добавить этому всему новогоднести, мы замотаем лису в шарф. И дадим ей в лапочке чашечку красненькую с чайком. Так вот. А вот здесь вот будет у нас хвост. Рыжий, красивый. Ну вот где-то вот такой вот. На что же будет смотреть наша лиса, чтобы она была довольная? Да? О, подождите. Мы сюда сейчас вытащим шарф. Правильно? Вот здесь вот он у нас будет. И два такие. Так. Хвост отлично здесь помещается. И даже можно чуть-чуть вот сюда вот его вытащим. Да? Лишнее убираем терочкой. Так. Отлично. Чашка красивая новогодняя. На что может... Знаете, что хвост надо в другую сторону. Вот давайте хвост вот сюда вытащим. Так. И вот так. И он здесь не совсем сузится, потому что это же только краешек хвоста, правильно, который мы видим. И он вот туда вот дальше идет. Лиса у нас поглубже сидит. Так. А вот здесь вот мы сделаем елочку. Здесь будет она красивенькая такая. С шишечками и новогодними елочными игрушками. Эскиз готов. Вот больше даже я не буду голову морочить. Мне уже все нравится. А ну-ка. Давайте сейчас посмотрю. Да. Нравится. Обведу, чтобы было видно. У нас... У нас... Линер, да? Один. Одно ухо. Второе. Одно к нам повернуто. Второе развернутое. Можно чубчик сделать, Лисия. Можно не делать. Раз. Два. Довольная. Носик. Хороший. Глазики. Можем потом... Вот смотрите. Сделали глазки. Захотели. Потом там сделали ресницы. Посмотрели. О, неплохо, да? Можем сделать очки. Давайте сразу вот еще чуть-чуть там по это... Поносимся. Глаза. Смотрите. Вот я сразу их делаю, да? Дальше сделаю очки красивые мои лисички. Так, чтобы она... Может быть, это лисенок он, правда? Может быть. Может быть. Такая деловая колбасень-лисень. Прекрасно. И вот отсюда у меня здесь вылез шарфик. Вот оно. Так. Прекрасно. Вот здесь вот. А здесь хвост. Даже я его побольше чуть-чуть сделаю, чем планировала. Так. Лапочки. Лапки. Вот смотрите. Раз. Два. Три. И вот не начинайте там морочить голову, пальцы какие-то. Это все не нужно. Чашка должна быть, конечно, новогодняя какого-нибудь прекрасного цвета. Красного или еще какой-нибудь. Елочки все эти рисовать не буду. Сейчас убираю все лишнее. Убираю карандаш. Основной у меня прорисовано. Круг мы тоже пока оставляем. Так я сейчас дую лишнее. Все. Готово. Кисточки у меня с тонким кончиком. Вот такие. Толщина фактически не имеет значения. С чего лучше начинать? Я всегда начинаю, стараюсь с фона. Поэтому вот эту часть я сделаю такой чуть-чуть снежноватой. Я возьму немножко голубого цвета. Так, и добавлю сюда зимы. Так. Вот и должна у меня получиться тут хорошая такая зимненькая растяжечка. Я не буду прям сильно вот выстраивать этот голубой цвет. Да, и сюда близко не хочу подходить. Но вот здесь немножечко добавлю. Так. Вот у меня верхушка готова. Здесь дам чуть-чуть остыть. Краска можно пока. Вот у меня чуть-чуть тут хорошая нарисую снежинки. Снежинки вот так рисуются. Крестик и крестик. Вот буквально достаточно. Так. Круг готов. Лиса. Для лисы мне что надо. Мне нужно рыженький цвет. Вот такой вот. Я его сейчас сюда пожалуй. Знаете, что я забыла даже музыку включить. Сейчас посмотрим, что у меня тут быстренько найдется. Вот это да. Готово. Так. Традиционная музыка. Поверьте, я порисовала под другое, но за все другие там начинаются авторские права и всякая такая штука. Готово. Мы же не хотим ничего нарушать, правда? Теперь ушко. Ушко. Вот это то, которое к нам повернуто. Это то, которое от нас. То, которое от нас мы чуть-чуть приукрасим черненьким цветом. Вот самый краешек. Раз. Да. И можно даже то, которое к нам немножечко. Оно должно растечься и будет у нас отличная такая меховая структура. Ушко. Ой, вот здесь вот мне уже не очень нужно черный, поэтому я его сейчас постараюсь аккуратненько избежать. Обвожу очки. Так. Вы же помните, да, если нам надо, чтобы это у нас была девочка, значит мы тут рисуем какие-нибудь кучери, тут губные помады там всякие. Мне почему-то захотелось, чтобы это у меня был очень такой спокойный лис. Вот. Спокойный и красивый. Я ему добавлю здесь щечку немножко. Может она была и лишняя, потому что щечка тут оказалась вообще непонятной зачем. А ну-ка, если вот сюда добавлю здесь, она будет лучше, да. Так. И нос. Для носа прям хорошо черный. И сразу оставляю блик. Вот я не полностью его зарисовываю, а сразу оставляю такой блик. И носик у меня уже отлично светится. А теперь шарф. Ну, конечно же, конечно же, шарф будет красный с белым, можно красный с зеленым. Какой хочется. Давайте, наверное, красный с зеленым. Да, ну что, у нас не было таких шарфов. Так, замотанный наш лисенок. Ох, как красиво он. И здесь тоже добавляем. Вижу, что растекается. Сейчас возьму салфеточку и вытру. Вообще не беда. Да, румянец поприбавился. Ладно. Вытерла и вернула сюда оранжевый. Так. Такой румянец получился у нас у лисы. А у нашего вот не хотела. И, пожалуйста. Вот нечего было не хотеть, да? Так. Теперь берем зеленый. Ой, знаете, что я сделаю? Я сейчас возьму зеленую гуашь. Она не будет расплываться. Она будет таким лежать плотненьким. Вот, отлично. И здесь у нас по краешку. И вот эта часть тоже у меня будет зелененькая. Супер. И вот эти вот висюльки шарфа, пожалуйста, они такие выраженные у меня. Уже лис практически готов. У нас остались только лапы лисьи. Можно было их тоже сразу нарисовать, пока у нас был на кисточке оранжевый. Ну, уж никуда сами не торопимся, правда. Лапа готова. Одна и вторая. Вот уже наш лис готов. Чашку я тоже возьму гуашью, чтобы она хорошо держалась. Она будет красная. Такая большая. В чашке сделаем... Знаете, что люблю капучино? В чашке мы сделаем капучино. Так. Такая пеночка. Сейчас чуть высохнет, сделаем такое сердечко. Маленькое-маленькое такое. Будто ему кто-то прям сделал. Вот так. Мы будем знать, что это сердечко. Вот здесь бы я немножко... Вот так вот сделала бы один глаз. И вот так вот сделала бы второй глаз. А вот эти вот очки чуть-чуть закрасила. И оставила бы тоже блик небольшой на очках. Вот так вот у нас видно, что это очки, но... Глаза чуть поменьше. Все, теперь делаем елку. Можем даже тоже взять вот так вот гуашь. Смотрите, елка я вниз провела и вот так вот наращиваю. А она сама по-мокрому у меня распушивается и становится красавицей. Так, вторая здесь веточка. Не обязательно все веточки с другой стороны рисовать, потому что когда она к нам боком, у нас видно только одну сторону. И вот здесь у нас уже намечено. Да, мы здесь можем сделать такую елку, да? Такое лиса и аромат елки. Несколько красивых шишек. Тоже вот шишки я не вырисовываю полностью, а я делаю такую вот форму, шишки, да? И так понятно, что это шишка. Ну а что это еще может быть? Давайте. Не знаю, здесь не хочется мне шишку рисовать. Ну, где-то вот здесь вот все готово. Шишка. И какую-то одну красную игрушку сделаем. Вот здесь вот. И наш лис задумчивый. У него Новый год. Пусть вот все будет хорошо. Что там? Готово. Теперь из моей чашечки должен быть тут дымочек. Да? У игрушки блик. И мне вот эта вот гиря, если честно, вообще не понравилась. Надо ее убрать. Так, блик игрушечки готов. Вот эту я сейчас прикрою чуть-чуть вот так вот елочными. О, это совсем другое дело. Так. Все. Что мы здесь напишем? А мы здесь напишем Хорошего Нового года. Хорошего Нового года. Вот так. Готово. Я подписываю Татьяну Калашникову. Рисуйте это. Легко. И просто. И для настроения очень полезно. Все. Пока. Продолжение следует. Пока.